МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безусловно, масса свободного времени, и не всегда она идет на пользу. Абсолютно не всегда. То есть шаловливые ручки никто не отменял. Я хотел... Спасибо, что пригласили. У нас у Мособлэнерго такая вот миссия. Есть и уроки проводим периодически по электробезопасности и по эффективному применению электричества. Что хотел бы нашим детям, ну и, в принципе, наверное, и взрослым не помешает, напомнить основные правила, как это безопасно относиться, использовать электроэнергию, как безопасно эксплуатировать электроприборы. Причем я это хотел сделать в том формате, в котором я обычно провожу уроки электробезопасности по школам. То есть все-таки в некой связи с фундаментальными физическими знаниями, которые дети получают на уроках физики, частично математики, химии в школе. С чего сегодня начнем? Я так смотрю, что вы пришли не с пустыми руками. Абсолютно. Все наглядно. Практически как Дед Мороз. Хотел сначала вот так вот вкратце рассказать вообще, что такое электроэнергия, что такое энергия, откуда она берется. Ну и, соответственно, в применении вот к нашему как бы быту. То есть, ну смотрите, вот у нас есть всю жизнь развитие человечества, самых-самых-самых пещер, да, вот сопровождают разные, скажем так, законы, правила, которые можно по большому счету поделить на две категории. Первая категория правил – это которые люди придумывают для людей. Это вот все возможные там конституции, там, устав Организации Объединенных Наций, правила поведения в метро, например, расписание школьных занятий. Эти правила, они придуманы людьми для людей. И в процессе развития цивилизации они могут изменяться. А есть законы, которые, ну так или иначе, это те законы, которые действуют всегда и везде. Где они действовали при строительстве пирамид и будут действовать еще и всегда. Будут действовать, сколько Вселенная продолжается. Она будет действовать и под водой, и в космосе, и так далее. То есть, тут по этому поводу хотелось определить, что такое энергия. Ну, определений очень много, но вот мой опыт, мои личные наблюдения подскажут, что энергии можно одним словом обозвать это некий ресурс, с помощью которого можно выполнить ту или иную работу. Ну, вот, например, благодаря внутренней энергии углерода, которая содержится в дереве, в древесине, человечество просто элементарно выжило в свое время. То есть, переход энергии из внутренней энергии древесины в тепловую энергию путем горения позволил человечеству выделить тепло и, собственно, элементарно выжить. То есть, я бы даже сказал, начитавшись умных книжек, я понял, что, не то что понял, но такая мысль есть, что жизнь в таком, в глобально-космическом смысле слова, это не то, что там биологическая жизнь, там родился, крестился, умер, там и так далее. Это постоянно происходящий переход энергии из одного вида в другой. Ну, например, вот Солнце, это там постоянно идет термоядерный взрыв, реакция термоядерной. Часть этой энергии переходит в энергию излучения, которая долетает частично до Земли. С одной стороны нагрелось больше, с другой меньше. То есть, отсюда выходят течения океанические, другой переход энергии из одного в механическую. То есть, и вот это постоянное движение, это и есть жизнь в таком глобально-космическом смысле. Человечество просто научилось управляемо переводить один вид энергии из другой. И вот благодаря этому, собственно, и мы выжили. Есть в Доме Света. Ну, если до этого дойти туда. Ну, смотрите, чем, в принципе, человек от животного отличается? То есть, вот так вот, ну, если вот откинуть все вот эти вот высокие слова про душу, любовь, там все такое. То есть, вот Маугли, все смотрели кино, да? Что мог сделать Маугли такого, чего не мог сделать ни один даже хитрый удав, там, или там кто-то еще, да? Он мог обращаться с огнем. Он мог вот этот красный цветок, там, с ним там фестивалить по-всякому, там, Шурхана напугать и все прочее, да? То есть, человек – это он, это энергетик. Первый человек – это энергетик. То есть, он смог управляемо перевести внутреннюю энергию древесины в тепловую энергию, которую он уже употреблял дальше. С развитием цивилизации в 1769 году, Джеймс Уатт, великий ученый, он, вот это тепло, которое человечество до этого использовало только ради того, чтобы согреться, приготовить пищу, или там в кузнечном деле для производства орудий войны и труда, он смог это тепло перевести в механическую энергию. Он сделал паровую машину, которая постоянно только туда уголь подбрасывает, и постоянное какое-то движение. То есть, это начало великой научно-технической революции. Это, ну, вот это изобретение паровой машины, вот этот энергетический переход из тепла в механическое движение, это сравнимо, ну, я не знаю, это с полетами в космос сравнимо. То есть, это научно-техническая революция. То есть, это станки, оборудование, железные дороги, пароходы. То есть, это великие географические открытия, транспорт. То есть, и под это в свое время общественные отношения изменились. Там произошли разные буржуазные революции. То есть, ну, вот это все, да? Следующим переходом таким был, который сделал Майкл Фарадей, 1831 год. Он придумал, открыл закон электромагнитной индукции, с помощью которой он сделал еще один энергетический переход из движения. Он сделал, придумал электрическую энергию, фактически. То есть, это вот переменное магнитное поле, в которое помещается рамка с током. Когда мы погружаем рамку с сопроводником в переменное магнитное поле, ключевое слово переменное магнитное поле, на концах этой вот рамки с током появляется некая электродвижущая сила. Так вот, это следующее энергетическое преобразование, которое позволило, ну, такая цепочка еще раз, тепловая энергия, внутренняя энергия, тепловая энергия, механическая энергия и вот электрическая энергия. У него достоинство в том, что этот вид энергии очень легко передается по проводам на очень большие расстояния. То есть, в чистом виде мы вот эту электроэнергию не используем. Это очень похоже на деньги. То есть, деньги мы в чистом виде не используем. Мы же не грызем наши пластиковые карты, не глотаем монеты. А электрическую энергию мы можем передать на большое расстояние и в так называемом токоприемнике получить тот вид энергии, который нам нужен. Как деньги в магазине. Как мы вот эти деньги, этот ресурсом, мы пользуемся. Мы просто меняем в магазине на тот ресурс, который нам нужен. Это может быть продукты питания. Это может быть гречка, например. Отличный выбор. Она еще осталась, нет? Гречки полно. Полно, да. Электрическая энергия – это точно такой же ресурс, примерно похожий по-философски. Он похож на деньги, которые можно передать на большое расстояние и приобрести то, что нам нужно. А нам нужно что, по большому счету? Включить свет. Тепло. Тепло. Это свет. И это еще перевести в механическую энергию. То есть, вот этот весь схематоз, про который я сказал, тепло, механическая, тепловая энергия, он в токоприемнике разматывается в обратную сторону. То есть, это, грубо говоря, вот здесь вот взяли, передали на большое расстояние, и там вот размотали это в обратную сторону, в токоприемнике. То есть, скипятили чайник. То есть, как бы вернули то тепло, которое в свое время было там передано. Из дерева. Да. Ну, фактически, да. Можно и так сказать. Но это вот опять возвращаемся о том, что есть законы, которые не подвластны ничему. Совершенно верно. То есть, эти законы физически, их нельзя, скажем так, отменить. Их нельзя изменить. Их нельзя игнорировать. И нельзя к ним халатно относиться. Их можно только совершенно верно, правильно использовать. То есть, вот любая задачка по физике, которую мы проходим в школе, решаем их, это по большому счету напоминает, знаете, что такую вот настройку какого-нибудь, ну, например, усилителя, где мы там одной ручкой подкрутим громкость, другой ручкой там баланс между колонками, там частоты высокую, низкую. Чтобы область определения вот этой функции, область значений, она, чтобы мы оказались в зоне комфорта в некой. То есть, если мы за нее выходим, то есть, условно говоря, по одному и тому же закону падает кирпич с последнего этажа стройки, когда мы там мимо прогуливаемся, да, и по этому же самому закону падает вода с плотины гидроэлектростанции. То есть, мы его не можем изменить, мы его можем только правильно использовать. И человечество просто вот выжило на этом, на том, что мы правильно используем физические законы. Теперь самое главное, чтобы в домах мы тоже научились правильно использовать... Правильно использовать физические законы. Ну, вот есть такой совершенно шикарный закон Джоули Ленца, по которому работают все тепловые приборы. Чайники, плиты, там, не знаю, нагреватели. То есть, он говорит о том, что тепло, которое... Любой проводник при прохождении через него электрического тока, он выделяет тепло. Любой проводник при прохождении любого электрического тока. То есть, на этом, собственно, работают все, еще раз говорю, электроприборы. То есть, мы управляем им так, что в том месте, где нам нужно получить это тепло, то есть, это в тене чайника, там, или нагревателя какого-то, ставится нагревательный элемент с определенным сопротивлением, на котором вот эта мощность рассеивается, которым мы передаем вот эту энергию, и переводится в тепловую энергию. Так вот, большинство пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации вот этой электроустановки, которая называется вот электропроводкой квартиры или частного дома. Чего делать точно нельзя никогда. Собирать вот такую вот схему, которая состоит из нескольких удлинителей, там, пяти тройников, там, и вот на конце вот этого поставить какой-то мощный прибор. Ну, вот, можно гулять под стройкой, под строящимся домом, и надеяться на то, что кирпич на голову не упадет. Что он упадет, это точно, но, может быть, не на голову, может быть, пронесет. Вот, когда мы собираем вот такие вот адские схемы, через два С пишется, адские схемы, вот, когда вот два удлинителя, наверняка где-то в каком-то из этих удлинителей будет плохой контакт. Плохой контакт, это значит, вот на этом плохом контакте выделится тепло. Оно выделится, но неуправляемо нами, к сожалению. Так может произойти возгорание, ну, собственно. И самое обидное, что это возгорание мы можем проспать. Вот это страшно, что мы можем проспать. То есть, вот это вот потихоньку, потихоньку, потихоньку все это происходит. Ну, формат студии не позволяет мне устроить такой опыт здесь, который я провожу обычно на уроках электробезопасности. В школах я беру просто простую прищепку деревянную с двумя контактами, и через этот контакт я там собираю такую цепь, через нее я включаю утюг, чайник и нагреватель. И вот это зажимаю в тиски и потихоньку разжимаю. Вот этот плохой контакт, организую плохой контакт, там проходит дуга, и я добиваюсь того, что эта прищепка загорается открытым огнем. Самое страшное в этой истории то, что вот такие вот волшебные приборы, которые служат для того, чтобы электроустановка не работала в режимах сверхтока, он эту ситуацию не отрабатывает. Это не короткое замыкание, это сверхток. Это нормальный ток, просто вот эта вот диаграмма, она сместилась в область определения вот этого прибора, и он думает, что все нормально, что прибор работает штатно. На самом деле он работает нештатно, и вот электропроводка находится в аварийном состоянии. И вот на этом месте плохого контакта, вы все наверняка видели такие обугленные вилки, розетки такие расплавленные, да? Это все оттуда. Такое эксплуатировать ни в коем случае нельзя. То есть вот если вилка должна плотно в розетку входить, плотно вот так вот, это значит, что сечение, скажем так, электропроводки в этом месте проводника достаточно на хорошем уровне, то есть нету маленького значения этого самого сечения, и, соответственно, большого сопротивления, на котором выделится вот это тепло, рассеется мощность. Вот, вот этого нельзя делать, допускать. Обратите внимание, еще раз, вот эти вот удлинители, тройники – это зло. Они, конечно, иногда делают нашу жизнь красивее и удобнее, но это один раз через него подключил утюг, погладил, схему разобрать. Вот я понимаю, что мы все где-то ленивые, что ничего не бывает более постоянного, чем временное, и хочется так вот расстать. Нет. Это наша безопасность. Особенно вот в холодное время вот это вот это бич. На этом можно очень, ну, плохо. Нужно помнить, что это безопасность. Вас, вашей семьи, ваших близких, вашего дома. Ну, это безопасность, в первую очередь, жизни и здоровья, ну, и экономическая безопасность. Потом вот это восстанавливают все эти руины, потом пожар, да? Тоже как-то... Я говорю, самое лучшее, что может произойти, если проводник отгорит, ну, просто раз, цепь нарушится, и все. Нету тока, и все дальнейшие разговоры о тем самом тепле, которые они не теряют смысл, потому что нет тока. А плохое то, что это просто физическая задача, которая решается. Просто элементарно вот в этом месте происходит выделение тепла, которое достигает значения, табличку смотрим, температура горения древесины. Все. Одно перешло в другое вот так вот. И деревянный домик через пять минут после начала пожара его уже вот просто оттуда только бежать. Какие еще опасности могут поджидать дома? Вот иногда бывает такая штука, что трубу прорвало сверху где-нибудь, и квартиру затопило. И у вас на полу, вот вы приходите, а у вас на полу такой слой воды. Вот в такой ситуации нужно понимать, что когда мы вот так вот шлепаем по этой луже наше состояние, наше тело, мы глухо заземлены. У нас абсолютно нулевой потенциал. И в этот момент взяться за какой-нибудь электроприбор или даже за стену за мокрую, где там выключатель есть, да, это, ну, тоже такой трюк, который может закончиться тоже непонятно чем. То есть перед этим, перед тем, как входить в такую квартиру и ликвидировать последствия всего этого, необходимо... Обесточить, наверное, да? Совершенно верно. В щите есть автоматы, вот такие наборы, надо обесточить. Я к этому не призываю делать никого, это может делать только специалист. На первом этаже, в каждом подъезде, есть телефоны аварийной службы, управляющие вашей компанией. Туда надо позвонить, вызвать слесаря, который перекроет воду, и электрика, который, соответственно, проведет необходимое отключение, и тогда можно будет безопасно, ну, ликвидировать последствия вот этой стихии. То есть вот это вот тоже надо понимать. Тут нет, как бы, скажем так, каких-то мелочей. Эти законы, он отработает по-любому. То есть вот закон, ну, как закон, расписание школьных уроков, да, там можно, нет, не можно, конечно, прогулять. Что от этого изменится? Мир от этого не обрушится. А если вот получить смертельную электротравму в результате своего какого-то или беспечности, или что-то такое, вот тут уже может все и закончиться. И это будет, это обязательно будет. Закон, это физический закон, они работают, их не отменить. То есть любой прибор, там, телефон, он реализует какую-то функцию. Реализует какую-то функцию. У нас есть аргумент и значение функции. У нас есть аргумент, вот эта вот наша картинка, которую мы смешную сняли, функция, это отправить ее, Маше, как я на юге отдыхаю, например. Да, вот эта вот функция, которую вот эти все электропрубы выполняют. Точно так же вот эта вся вот электроустановка, они выполняют какие-то функции. И они руководствуются законами физики, законами математики, как бы и подбираются материалы. Ну, в данном случае не нужно геройствовать, да, есть аварийные службы, просто нужно закрыть дверку, вызвать специалистов, и они все... Ну, в лучшем случае вот так вот пройти посередине, кошку взять за шиворот, если у вас такая есть, и выйти с ней, вот не прикасаясь ни к чему. То есть это самому лезть в этажный щит, это тоже, кстати, на самом деле, такое сомнительное такое мероприятие. Подводя итог программы, вот вкратце, буквально несколько советов тем, кто сегодня остается дома. Слушайте, ну, я присоединяюсь от лица компании уполномочил, МОСОБУНРГ, да, мы работаем тоже для вас, как и врачи, как и все ЖКХ, как вот все аварийные службы, как вот средства массовой информации, пожалуйста. Мы работаем для вас, для того, чтобы вы сидели дома. Это вот фраза, которую сказали врачи первые, придумали, ну, и нас, и главный инженер к этому присоединяется, и все. То есть мы работаем для вас в любую погоду, в любое время, дня и ночи. Без энергии мы никуда. Постарайтесь свое нахождение дома сделать максимально комфортным и безопасным. Не создавайте аварийные ситуации, выкиньте неисправные электроприборы, не бойтесь с ними расстаться. В общем, да, пока они не расстались с вами. Александр, спасибо за такое практическое занятие, которое прошло сегодня в рамках нашей студии. Я думаю, что мы еще раз сегодня напомнили о мерах безопасности и правилах поведения с электроприборами в домашних условиях. И очень надеемся, что пусть это все будет взято на заметку и никогда не будет реализовано, ну, в том плане, что таких ситуаций не будет. Надеюсь. Спасибо, Александр, за практические советы. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До свидания.